Получить информацию любой ценой. Зломышленники виртуального пространства, люди изобретательные и находчивые с этой задачей справляются на урам. Своей обеспечностью и доверчивостью им активно помогают и сами жертвы. В последнее время в области зафиксирован рост количества обращений в правоохранительные органы по фактам преступлений в виртуальном мире. Ежедневно на Бречене сотрудники милиции регистрируют преступления, связанные в сфере высоких технологий. К сожалению, за этот период, за 12 месяцев на Бречене было зарегистрировано более 300 таких преступлений. Они зарегистрированы в крупных городах, это в Барановичи, в Пинске и в Бресте. Если взять по категориях, то потерпевшие, это зачастую люди, которые нигде не работают, находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также работают только на таких рабочих специальностях, без высшего образования. Граждане, абсолютно не подозревая в переписке ВКонтакте, отдают свои данные банковских карточек, якобы своим друзьям, которые попали в беду. Мошенники действуют под любым предлогом, главное заполучить заветные цифры банковской карточки. Есть случаи, когда в режиме онлайн в одном из банков злоумышленники открывают онлайн-кредит, и тем самым ночью снимают деньги, и просыпаясь человек, видит информацию о том, что он уже должен банку... Вернуть деньги, снятые с карточки обманным путем, сложно, если не сказать невозможно. Чаще всего преступники находятся за пределами страны. Денежные средства можно вернуть, если преступление совершается на территории Республики Беларусь. Есть случаи, когда люди теряют банковские карточки, злоумышленники их находят, видят пин-код на карточке, потому что граждане, к сожалению, оставляют в том числе и свой пин-код, забывая о том, что могут потерять эту карточку, и денежные средства снимают. По видеонаблюдению сотрудники милиции находят таких людей. Некоторые злоумышленники пытаются купить какие-то продукты, товары, заправить автомобиль свой на эти денежные средства, которые им не принадлежат. Вот эти преступления не раскрываются. Есть у мошенников и множество, как говорил Остап Бендер, относительно честных схем отъема денег при помощи планшетов, ноутбуков и телефонов. С помощью вирусных программ, к примеру, они могут заблокировать работу устройства. На экран от имени правоохранительных органов выдается сообщение с необходимостью уплаты штрафа за якобы распространение нелегального контента. При этом предлагается осуществить перевод денежных средств на один из электронных кошельков. Многие граждане, как оказывается, особо не задумываясь, не вникая в суть происходящего, они идут, сразу же оплачивают данный штраф, так называемый. В результате разблокировки экрана не происходит. В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы нашими экспертами было однозначно установлено, что никакой разблокировки в принципе произойти не может. Потому что конечной точкой выполнения алгоритма программы блокиратора является вывод на экран вот этого сообщения о необходимости уплаты. Используют преступники и так называемые программы-шифровальщики. Их атакам могут подвергаться целые организации. В этом случае системный блок, иногда это сервера организаций и предприятий, подвергаются вирусной атаке. При этом вся информация, находящаяся на носителях данных устройств, она шифруется. То есть она остается на месте. Единственное, ограничивается к ней доступ. Все файлы, все документы, в основном это базы 1С бухгалтерии, товарно-транспортные накладные предприятий, они шифруются. И, соответственно, доступ к ним не может быть получен. Злоумышленники при этом оставляют сообщения, предлагают вступить в переписку и за определенное вознаграждение все-таки расшифровать. Эти документы ранее зашифрованы. Не факт, что документы расшифруют, даже получив требуемую сумму. Специалисты советуют лучше потратить эти деньги на современную защитную программу, которая убережет от атак в будущем. А тем, кто противоправное деяние задумывает, стоит помнить, преступления в виртуальной жизни могут привести к серьезным последствиям в реальной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!